Оци последний фильм Netflix на платформе. Учитывая его научно-фантастический антиутопический характер, в нем заложено послание, которое можно интерпретировать по-разному. Будь то стандарты красоты, которые общество налагает на себя и других, контролирующая природа высших сил и разрушение окружающей среды, а также последствия, с которыми столкнутся будущие поколения. При длительности всего 1 час 40 минут, возможно, хронометраж ослабил силу послания фильма. Итак, давайте рассмотрим этот фильм и разберем все, что можно из него вынести. Вот объяснение концовки уродцев. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Объяснение концовки. Талия была, по сути, персонажем, через которого мы наблюдали этот антиутопический мир. Городом управлял некто по имени доктор Кейбл. После разрушения мира несколько веков назад новую энергию стали добывать из цветка «Сад белого тигра». Новый мир возник из-за зависимости от ископаемого топлива, что привело к расколу общества, войне и сожжению города. Решением стало то, что в 16 лет все граждане становились красивыми. Знаю, звучит странно, но это означало, что после операции все становились внешне одинаковыми, устраняя причины для конфликтов, так как все были одинаковы. Однако операция вызывала поражение мозга, притупляя разум и делая граждан контролируемыми и не опасными. Это значило, что угрозы сожжения города из-за людей не было, так как все стали послушнее и не могли свободно мыслить. Тали не знала, чего хочет от жизни. Она колебалась между операцией, чтобы стать красивой, и присоединением к повстанцам дым. Все, что она знала, это покинуть общежитие и начать жизнь красавицей. Но узнав о другом образе жизни, где можно выбирать, думать свободно и жить в гармонии с природой, где ценили не только внешнюю, но и внутреннюю красоту человека. Она начала сомневаться во всем. Она пошла в дым, думая, что Дэвид манипулирует людьми и создает оружие против города. Но в реальности все оказалось совсем иначе. Доктор Кейбл хотела уничтожить дым. Дым на самом деле работал над лекарством от операции, которую доктор Кейбл заставляла всех делать. Лекарство должно было удалить повреждения и вернуть людям свободу мысли, вместо ложного счастья, в которое они верили. Доктор Кейбл говорила, дай людям думать, и они уничтожат мир. Учитывая прошлое, можно понять ее точку зрения, ведь она основывала свои убеждения на том, что случилось с Расти несколько веков назад, что привело мир в упадок. По сути, она действовала из страха, но ее методы были крайне неправильными. Сгоревший кулон Тали активировал маячок, что привело разведчиков к базе повстанцев. Ее уничтожили, а Кроя Шей и мать Дэвида взяли в плен. Когда Тали и Дэвид их освободили, мать Дэвида нашла наносинтезатор, недостающую часть для создания лекарства. Шей насильно превратили в красотку, что было ее худшим кошмаром. Но прямо перед Тали она заявила, что не хочет снова стать уродливой. Тали хотела испытать непроверенное лекарство на Шей, но Шей не могла дать согласие, будучи зомби. Применить лекарство без ее воли значило бы уподобиться доктору Кейблу. Возникла моральная дилемма. В итоге Тали решила стать подопытной, согласившись на операцию и превращение в красотку. Она сказала Дэвиду, что оставит знак, показывающий, что она все еще там и хочет снова стать уродливой. Этот шрам она решила оставить на руке как знак. В начале фильма Тали и Перис, ее бывший лучший друг до превращения, обещали сохранить шрамы на руках как символ дружбы, ведь это много для них значило. Однако Перис не сдержал обещания. Тали оставила шрам как сигнал Дэвиду, чтобы он применил сыворотку и проверил, излечится ли она. Главная тема фильма – стандарты красоты и то, что внешность не определяет сущность человека. Красивые люди в фильме были безмозглыми, сложным счастьем и полностью контролируемыми. Настоящее счастье мы видели лишь когда Тали была в дыму, где люди жили как обычные мы. Существовали даже раньше той эпохи. В дыму царило чувство настоящей общности, проявлялись человеческие черты. Дэвид назвал Тали красивой, глядя ей в глаза, из-за ее слов, поведения и внешности. Мне показалось забавным, что в то время, когда Тали считали красивой, она носила маску с пятачком, выглядела как свинья, но всем это нравилось. Думаю, это было сделано намеренно. Тема фильма была довольно очевидной на протяжении большей части времени. Мое мнение о фильме, честно, он показался мне просто нормальным. Было скучновато, хронометраж не дал истории раскрыться. Посыл фильма мог бы быть сильным, но вышел слишком поверхностным, и фильм не раскрыл глубокие темы, которые могли быть. Все было поверхностно, лишь верхушка айсберга. Химия между персонажами и их отношения не убеждали. Связи Тали с Перри с Дэвидом и Шей казались поспешными, без должного внимания к их развитию. Поэтому самопожертвование Тали в конце не произвело сильного впечатления. Визуальная часть фильма оставила смешанные чувства. Некоторые сцены выглядели неплохо, но местами CGI казался дешевым и некачественным. Возможно, это лучше бы сработало как эпизод «Черного зеркала», вроде «Нырка», но в другом стиле. Одним из удачных элементов фильма был подбор песен, звучавших на фоне сцен. Каждая песня отлично подходила по настроению и, хоть и не вызывала эмоций, дополняла сцену. Что касается актерской игры, я считаю, что все справились довольно хорошо. Тали, по сути, вытянул этот фильм. И хотя выдающихся ролей не было из-за скромного сценария, игра актеров была стабильной. Я бы описал этот фильм как тот, который вряд ли запомню, если случайно не наткнусь на него снова. Жаль, ведь потенциал был. Я не читал книгу, но раз ее экранизировали, полагаю, в текстовом формате история была сильной. Но похоже, что фильм стал жертвой желания Netflix просто приобрести IP, быть первыми, не заботясь о том, чтобы придать истории масштаб или силу посыла, с которым зритель должен уйти после просмотра. Если вы посмотрите этот фильм, я не думаю, что это будет пустой тратой времени, в нем есть приятные моменты. Но если вы решите не смотреть, то не думаю, что вы много упустите. По сравнению с недавним Rebel Ridge, этот фильм намного хуже, так что если выбираете между ними, советую Rebel Ridge. Итак, вот и все. Концовка уродливых объяснена.